Всем комар-джоба, друзья! Всем привет-привет! И сегодня у нас наконец-то обзорчик. Да, давно не выходил обзоров на этом канале, поэтому рад вас всех приветствовать. Ставьте лайки, хорошего настроения, позитива, а мы начинаем. Сегодня поговорим о том, почему все-таки я ненавижу Redmi Note 7. Redmi Note 7 один из самых интересных, хороших, продвинутых и правильных телефонов сегодня на рынке. Я сразу говорю об этом. Но после трех месяцев использования этого телефона, я нашел те минусы, которые меня ну просто раздражают и никоим образом они не оправданы. Давайте о них поговорим. И если вы собираетесь покупать этот телефон, вы должны знать о тех минусах, которые вас будут потом в итоге раздражать, чтобы вы купили и понимали. Да, окей, я знал об этих минусах, поэтому я не сожалею о своей покупке. Итак, я начну в порядке приоритетности. То есть то, что меня раздражает больше всего, ну и далее как бы то, что меня раздражает немного меньше. Самый первый минус это его батарея, а точнее то, что она очень плохо держит заряд. Я даже сделал эксперимент. Зарядил этот телефон на 100%, высунул оттуда синку, установил режим полета, чтобы никакой случайный гигагерц не дошел до моего телефона. Ну и конечно выключил экран. То есть все, телефон в режиме покоя. По сути он мертвый телефон, он не должен работать, он не должен тратить батарею. И в этом состоянии отсутствуют все источники раздражения батареи. Но он все равно умудряется даже в таком состоянии садить батарею. Как это, возможно, непонятно. Допустим, мой iPad, состояние работы. Также я на нем слушаю музыку без включенного экрана. И он тратит батарею точно так же. То есть по сути я на нем еще слушаю музыку и у меня уходят те же самые проценты. Как у Redmi Note 7 это получается, вообще, друзья, непонятно. Разве что это скрытый намек компании Xiaomi на то, что нужно приобретать их пауэрбанки. Ну, наверное, да. Ну а в состоянии работы, друзья, я и говорить даже не буду. Телефончик сажается очень даже прилично. Там и так все понятно. Это самый первый и самый неправильный минус этого телефона, который меня реально раздражает. Но если добить эту тему, то, скорее всего, в этом виновен 660 Snapdragon, который, ну, как-то неправильным образом построен, скорее всего, и умудряется садить батарею даже в почти что нерабочем состоянии. Друзья, не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайки этому видео, репост, делайте репост, очень сильный репост этого видео. В комментариях, друзья, тоже пишите о том, что вас раздражает именно в этом телефоне. Также можете писать о плюсах. Плюсы тоже я упомянул. Плюсы вы можете посмотреть в основном обзоре на этот телефон. Ссылочка тоже всплывет сверху. Второй минус, за что я ненавижу Redmi Note 7, это его камера. А точнее, заявленная 48-мегапиксельная камера, о чем ярко свидетельствует надпись на задней крышке. Вы, конечно же, все знаете, что здесь нет 48-мегапикселей, но даже если я хочу сделать так называемую интерполяцию, я не могу это сделать сразу. После того, как я открываю камеру, мне приходится открывать дополнительное меню, заходить в это меню, выставлять 48-мегапикселей, и только после этого я делаю фотографию. Если я вышел из фото, потом опять туда зашел, мне приходится делать все то же самое заново. Короче, для того, чтобы фотать в 48-мегапикселей, я постоянно должен заморачиваться, тратить свое время. На телефоне ведь написано 48-мегапикселей. Зачем мне такие заморочки? И это обозначало его на задней панели. Я вообще не понимаю. Некоторые из вас меня хейтят за мои названия и пишут, ну типа это кликбейт и все такое. Но, друзья, разве это не кликбейт? Хотя сама камера, если говорить просто о камере, то, конечно, она просто зачетная за свои деньги. Скорее всего, это самая дешевая, лучшая камера на рынке сейчас. И следующие минусы, друзья. Я не скажу, что прям сильно они меня напрягают, но они тоже есть, и о них я хочу вам рассказать. Третий минус, который я подчеркнул, это основная камера, которую выпирает. То есть здесь уже принцип эргономики. Эргономика не очень просчитана в этом телефоне. Камера выпирает очень и очень сильно. Если вы ложите на стол и хотите, допустим, поиграть в игры или посмотреть кинцо, или просто нажимаете или клацаете, что-то печатаете на этом телефоне, то телефон у вас будет дребезжать. Соответственно, для этого вам нужно покупать специальный чехол. Тот чехол, который лежит в комплекте, по сути не нужен. Вы его сразу же выкидываете, или же он лежит у вас дома без дела. Тот чехол, специальный отдельный, который вы покупаете, утолщает ваш смартфон примерно на 2 мм. Можно взять и другой чехол, конечно, который будет защищать только камеру, но это какие-то лишние заморочки, неправильные линии, дизайны и так далее. Все это тоже меня немножко раздражает. Но, друзья, повторюсь, с этим можно жить. Четвертый минус, друзья, это отсутствие NFC. Этот чип стоит, друзья, ну просто-напросто копейки. Xiaomi упорно давит свою линию маркетинга и не ставит этот чип в бюджетнике. Хотя во флагманы они ставят его очень легко, и это не проблема. Не проблема вообще, друзья, ставить этот чип даже на какие-то очень дешевые телефоны. И такие примеры присутствуют. Китайцы обещают, что в следующем поколении уже эта проблема исчезнет. Сейчас сверху всплывет такая ссылочка на видео. Там видео о Redmi Note 8. Как раз там китайцы обещают, что NFC уже будет. Ну и пятый момент. Сюда я включу некоторые минусы. Ну, тоже они по мелочи. Видео нет в 4К. Стабилизации нет на фронталке. Это можно решить, друзья, при обновлении прошивки. Но почему-то компания Xiaomi пока что этого не делает. Вот такие минусы, друзья, этого телефона, который меня раздражает. Я поделился с вами. Обязательно пишите свои комменты, что вас не устраивает в Redmi Note 7. Я думаю, многие являются обладателями именно этого телефона. Телефон действительно получился интересный и зачетный. И я вам рассказал об этих минусах. Для того, чтобы покупать этот телефон, вы уже понимали, на что вы идете. Ну и все, друзья. Все остальное в этом телефоне просто очень-очень крутое. И я согласен, что это лучший телефон 2019 года. Также, друзья, не забывайте про телеграм-канал. Он есть в описании под этим видео. Можете туда подписываться. Там скидки на телефоны, на Redmi Note 7, на другие различные купоны и все такое. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Друзья, всем хорошего настроения. Всем пока-пока.